Мы, в принципе, наверное, в большинстве игры, наверное, два раза наиграем. Были у нас наши моменты, которые мы реализовали. Естественно, это тоже, наверное, их не командная оборона, вертаю, которые хорошо провели матч. Но, как я бы сказал, мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол и забить гол раньше и по-другому повернуть его. Олег, может быть, вы уже третья игра у вас проигранная. Вы не боитесь потерять психологию победителя? Я не боюсь. Или вы все-таки соберетесь? Все ждут болельщиков? Нет, я не думаю. У нас достаточно опытные ребята, которые уже проходили такие ситуации в том числе. Поэтому это просто отрезок. Как я сказал, особенно сегодня мы показывали очень приличный хоккей. Держали шайбу, хорошо играли и в обороне, и в атаке. Где-то, может быть, не реализовали свои моменты. И, как я уже сказал, не забили раньше гол. Может быть, первыми могли забить. Тогда игра повернулась в другое русло. Им нужно было бы больше атаковать и рисковать, нежели нам. Естественно, тяжело догонять. Я не думаю, что кто-то тут потеряет психологию победителя. И тут ребята выиграли не один раз, а три-четыре-пять. Поэтому я думаю, что это не проблема. Это то, что команда сезона начала очень много шайб забивали. Сейчас очень тяжело дается. Причина в том, что ломка идет в этой системе. Или в чем? Да нет никакой ломки. Естественно, где-то, когда проигрываешь игры, начинаешь немножко спешить, чуть-чуть нервничать. Немножко холоднокровие в реализации моментов. Как я уже сказал, без голов не бывает побед. Особенно для нашей команды это очень мало. Потому что мы забили за последние две игры и два гола – все. Поэтому здесь в принципе… Олег, а как вы считаете, что нужно вообще сделать для того, чтобы начать забивать? Куда вообще делать атака знаменитые слова от Юлаева? Что сделать? Да. Я вам могу рассказать, что сделать. Я просто не знаю. Ну, может быть, не терминами хоккейными, а вот для обывателей. Для обывателя я не знаю, как сказать. Мне нужно, наверное, больше таких ситуаций, когда мало забиваешь. Надо играть от… начать от простого. Всегда мне нужен игрок, который атакует по центру. Он должен всегда бежать на ворота, чтобы задавать помеху и плотность… Плотность игроков на пятаке для того, чтобы усложнить работу вратаря противника и открыть, может быть, зоны атаки для второй волны. Ну, здесь нужно начать с более простых вещей, которые приносят результат. Может быть, какой-то забить так называемый мусорный гол, который, в принципе, мы забили в конце, когда шайба отлетела и на добивание успели первым. Ничего сложного нет. Надо забивать голы и моменты. Олег, каким вы видите лично пути выхода из этой неудачной ситуации, затянувшей серии? Ну, предсказал уже. Я сказал продолжать работать. Мы верим в друг друга. Мы не могли разучиться играть в хоккей. Это командная игра где-то. Немножко нет, может быть, уверенности друг в друге, взаимопонимания какого-то. Но я не думаю, что это очень большая проблема. Здесь практически все ребята, которые не один раз выигрывали и знают, как это делать. Поэтому никто не теряет уверенность. Я думаю, мы найдем свою игру. Просто обидно, что потеряли много очков в начале чемпионата и будет тяжело наверстать. Но игру свою мы найдем, я думаю, недолго. Ну, взаимопонимание между игроками не потеряно. Что-что? Взаимопонимание между игроками не потеряно, между вас, в команде, друг с другом. Отношения у нас нормальные, у нас нет никаких конфликтов. Это чисто игровая ситуация. Многие команды проходят через это. К сожалению, мы тоже через это проходим. Но, как я уже сказал, ничего сложного нет. Все решаем. Спасибо. Подача.